всем доброе время суток с вами канал лоха 54 и я владимир и так 4 часть 6 барных стульев сделали мы и откалибровали и примерили уже все эти гнут гнутые царги разметили их вот разметка у нас есть линию отреза сделали теперь надо все просверлить и но это можно несколько способов можно сделать кондуктор но я буду долбить через присадочник но просвелить отверстие для для ножек вот так у делается упор заготовка упирается здесь такой эксцентрик прижимается чтобы она не прыгала вот помните размечали диагональ и вот эти вот линии мы перенесли на заготовки шаблона также эту диагональ и надо еще раз продублировать здесь и вы здесь берется малка вот такая вот простая не настраиваю по электронной молки вот по линиям под 45 градусов ищем наш угол вот так эта линия и будет и на второй стороне это для того чтобы спозиционировать на долбежки на присадочнике вернее вот на этом вот потом берем присадочник и тут у меня сирот стоит на 8 и вот это направляющая нам показывает угол а это показывает центр вставляем заготовку вот и совмещаем линии вот центр и угол сейчас они нормально стоят если без вот этой так сказать подсказку такой назовем какой нам надо угол то видеть если ее просто ставить то он будет уходить с линии а так вот а вот он все встает по линии это можно сделать на любом долбежнике тоже самое сделаем все сейчас мы их продумать и таким образом все сверлится если приходит в центр отверстия это в центр линии отверстия значит все с углом у нас правильно но я даже не буду шуметь как бы тут все просто после того как просверлилась все и уже можно склеивать весь перед и вот эти вот царги радиусные и склеиваем переднюю часть спасибо за просмотр! Субтитры сделал DimaTorzok Приклеивается. Единственное, вот здесь угол сделан и сделана вот такая вот перемычка. Она и распределяет вот эти все царги ровно, опираясь на этот угол, а эта часть выставляет царги на одинаковом уровне. И таким образом все склеивается. Вот так вот. Была нанесена разметка и просто сделаны выпилы. И здесь также угол стоит. И все, таким образом склеился сам каркас. Ножки сверлил на сверлильном по позициям. Сначала была сделана разметка и настроена. Потом сделаны были вот такие упорные позиции. И просто менялась позиция. Вот так вот здесь убирается. Переносится вот сюда. Вот. И ножка на позиции сделана упор вот такой. И ножка переезжает сюда. И получается попадает в центр. Чтобы все не размечать, ничего не целиться. Просто сделан был такой кондуктор. И по позициям все перемещалось. И третья позиция. Вот она ставится сюда. Опять берем ножку. Выпираем. И сверло уже попадает вот сюда. И так вот ножки сверлились. Таким образом намного легче. То есть голову уже не греть. И все у нас просверлено. Вот так сверлились ножки. После того, как поклеились все каркасы, крепим ножки. И проверяем. Здесь у нас шпилька с гайкой. А здесь мебельные саморезы. Вот. И теперь надо сделать сидушки. Сидушки делаются вот по такому шаблону, который у нас был. По которому калибровали. Но он сделан по внутренней рамке. А нам надо сделать с перехлёстом на эту рамку. Поэтому берём шаблон. Делаем вот такой переходник. Думать здесь ничего уже не надо. И карандаш вот так вот вставляется. Вот. И всё. И просто увеличиваем немного в масштабе. Вот таким вот образом. Вот и всё. Ну это на ДВП надо сделать. Вот как я сделал. На ДВП потом вырезать. Мерить. Вот так вот. Так чтобы он лёг. Ну а дальше всё по шаблону. И выравниваем по шаблону. В этом помогает опять фреза. От ВПВ или ДИМАР фирмы. С двумя подшипниками. Первое что делаем. Это скатываемся по волокнам. И берём уголок. Потом мы поднимаем подшипник вверх. И опять скатываемся по волокнам. И берём второй уголок. Чтобы нам не выходить вот сюда вот. Иначе будет вырывать. По тому как здесь вот тоже маленькие уголки присутствуют. Поднял нижний подшипник. И примеряем её на место. Вот и всё. Осталось только снять кромки. Сделать спинки. И конечно надо же посидеть. Вот. Всё спокойно сидится. Осталось спинку только ещё поставить. Либо так можно сидеть. Либо так. И мы спинкой сейчас займёмся. Спинка будет накладная. То я на 5 стульев показывал. Когда делал там вырезался в бока. А здесь будет просто накладная вот такая спинка. Для спинок применялся также гнутоклей. Но уже не на матрице. А на как я называю их. На стапелях. Многие уже видели. Вот так вот заложен был радиус. Такие вот. Такой ламель был напилен. 90 мм. Шириной. И склеен по 6 штук. По 3 мм. То есть 18 мм получилась толщина спинки. Потом был сделан из ДВП вот такой вот шаблон. Тоже же на этих же стапелях он и был склеен. Тут 3 полосочки всего. Чтобы сделать форму. И конечно примериться и настроить всё. Проще это сделать на шаблоне, чем сразу на заготовке. Потом он тут вот центр есть. Как клеили центр. То есть это угольник прикладываем. Отрисовываем центр. И по центру умещаем сюда шаблон. Обрисовываем его по кругу. Ну и конечно же вырезаем. И обтачиваем, обрабатываем. Тут уже на барабане. Вот. Ну и естественно устанавливается на стол. Вот ставится на ножки здесь. Это на задние здесь у него упоры. Там подрезка. Вот так вот это всё прилегает. Вот. Вот так вот это стульчик весь сзади выглядит. В принципе они уже готовы. Ну и всё равно сделаем ещё пятую часть. И там уже с покраской. Уже посмотрите на готовый результат. Вот так вот это всё спинка. Вообще классно. Редва на спину. Прям полностью спина. Ни рёбер. Ничего не давит. Хоть так можно сидеть. Хоть так можно сидеть. Хоть вот так можно сидеть. Но это ещё не всё. Для спинки сделан ещё вот такой шаблончик. То есть она вот так вот будет разделяться. Вот. Вставляться вот так вот она будет. Но это увидите уже в следующей части. А на этом всё. Всем удачи. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok